В эфире на Вести ФМ-103, Дагестанское радио. Дагестан без ДТП. У микрофона Камила Макаева. В эфире блог Дагестан без ДТП. Напомню, данный блог проводится совместно с Управлением ГИБДД по Республике Дагестан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас сегодня в гостях юные инспекторы дорожного движения, а также инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, старший лейтенант полиции Олига Джамагамедов. Отряды ЮИД – это добровольное объединение школьников, созданное с целью формирования у детей знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге. За годы своего существования движение стало опорным, стратегически важным в работе над проблемой детского дорожного транспортного травматизма. Али, расскажите подробнее. Отряды юных инспекторов движения, так называемые ЮИД, были созданы 6 марта 1973 года по инициативе начальника главного управления ГИБДД СССР Валерия Валентиновича Лукьянова. Были они созданы с целью формирования у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге и активной пропаганды правил дорожного движения среди детей. ЮИД буквально в смысле охватил в то время всю страну, по сей день тоже этот отряд у нас очень сильно помогает нам в той работе профилактической, которую они проводят у себя в образовательных организациях. Еще иные там конкурсы, где они участвуют, именно вот пропаганда безопасности дорожного движения – это основная цель создания ЮИД. У нас проходят, вот дети расскажут про конкурс «Безопасное колесо», где они показывают навыки знания правил дорожного движения, там не только теоретические и практические знания, показывают, как применять эти знания. Потом далее у нас в республике проходят зональные этапы, среди них выбираются лучшие, в конце они участвуют в региональном этапе, и победитель регионального этапа уже участвует в всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». Это один из таких программ, конкурсов, и основная работа, опять-таки, если возвращаться, это у нас та работа, которая проводится ими в школах у себя. В основном это детишки там с первого по четвертый класс и так далее. Они и преподавателям помогают в этой работе, и, естественно, для общества несет очень большую пользу. Теперь перейдем непосредственно к юным инспекторам. К нам сегодня в гости пришли Исмаилова Самира, ученица шестого класса номер сорок. И Муртазаева Зайна, ученица седьмого класса РЦО «Каспийск». Их сопровождает педагог дополнительного образования детско-юношеской автошколы Зарема Исмаилова. Наша детско-юношеская автошкола – это единственная во всем Дагестане. Первая и единственная школа по изучению основ безопасности дорожного движения. Это центр, работают педагоги по филиалам по всему Дагестану. Кроме того, у нас сейчас есть лаборатории безопасности, которые со своими занятиями выезжают по всем районам, городам Дагестана с занятиями по правилам дорожного движения. И вот эти наши девочки, они являются одними из таких участников отрядов ЮИД. Когда объявили в школе, что открывается такой вот кружок ЮИД, изъявили желание и показали себя как бы более активными. Когда приглашали нас на участие в различных акциях, мероприятиях, принимали активное участие. И вот тем самым одна из этих девочек стала участницей конкурса «Безопасное колесо». Наша команда заняла первое место по Дагестану, и затем они выехали в Артек, Анапу для участия во всероссийском конкурсе. А другая девочка также показала себя очень активной позицией свою, постоянно участвовала и в различных мероприятиях, также и в акциях. И её выбрали для участия в первом всероссийском слёте ЮИД, который был посвящен 50-летию образования ЮИД. Ну давайте по очереди девочки расскажут о своём таком опыте. Самира. В нашей школе открылся кружок ЮИД. Мне стало интересно, я записалась сюда, и так я начала посещать этот кружок. Также меня выбрали для участия в конкурсе «Безопасное колесо». После участия в нескольких турах мы выиграли первое место и отправились на всероссийский конкурс. Что было на конкурсе? Там мы проходили разные конкурсы, участвовали там. Мы учились оказывать первую помощь при ДТП, учили правила дорожного движения. Сложно было? Ну не особо. Была Пенза, Москва и Республика Татарсан. Пенза заняла первое место. Также там был конкурс «Теория по медицине». Мы там все прошли по нулям, без единой ошибки. Ты, случайно, не медициной хочешь заниматься в будущем? Ну, хотела бы попробовать. Смотри, а когда мы приехали, допустим, с конкурса, я думаю, что одноклассники, одноклассницы спрашивали, интересовались? Да, у нас спрашивали, как там все проходило, нервничали ли мы, переживали. Мы им все рассказали, как там было. Им было очень интересно. Меня спрашивали мои сверстники, дети помладше, как это все происходит. Я им все рассказала, и некоторые даже вступили в этот кружок. У вас, в принципе, есть обычная образовательная программа. Насколько сложно совмещать дополнительные занятия, так сказать, со школой? Это все очень просто, потому что сначала мы идем в школу, потом на эти дополнительные занятия. Там бывает очень интересно. Мы пытаемся проезжать на велосипедах различные препятствия, учим медицину, правила дорожного движения. Насколько тебе пригождается это в жизни, в практике? Как часто? Очень часто я начала замечать, как люди нарушают правила движения. Знаю, как теперь оказать первую помощь при ДТП. Продолжи так дизайна. В Юриде я спела точно так же. Мне рассказали про этот кружок, и он меня очень заинтересовал, и я решила в него вступить. Но, да, я решила в него вступить. Мне это пригождается, потому что я, когда там могу перейти дорогу, я знаю, что делать, куда смотреть и какого знака ждать. Но иногда меня может раздражать, когда кто-то неправильно переходит дорогу. Замечаешь уже, да? В форуме мы сначала пошли и знакомились с другими Юридовцами из других городов. Мы там еще были на праздновании день рождения 50 лет Юрид, и на награждение мы тоже были. Там у нас был еще мастер-класс по медицине, нам там показывали, как спасать человека, ну, первую помощь оказывать. Мы там даже практику делали и рассказывали. Когда были на форуме, там попросили интервью, и я согласилась и давали. Почувствовала себя звездой? Да. Да, это интервью было опубликовано в газете. Ну, такой же вопрос, как с Амирией. Вообще, как реагируют твои сверстники, одноклассники, одноклассницы? Насколько тебе приятно бывает, когда к тебе обращаются вот с какими-то вопросами? Так-то, когда я только приехала с форума, с Москвы, все, конечно, обрадовались моему приезду и начали спрашивать, что ты там делал, как тебе там было. Я им, конечно, отвечала, что там было очень хорошо, многому узнала. Каковы остальные правила дорожного движения? Самое главное, переходить на зеленый цвет, по сторонам смотреть, чтобы машин не было, и капюшон не одевать во время перехода дороги, потому что ты не видишь за капюшоном, едет ли машина или нет. Нельзя использовать наушники, смартфоны, телефоны, и еще самое главное, нужно переходить по земле. Они у нас как наставники тоже принимают участие, помогают. Я работаю, допустим, педагогом в школе, и я задействую их тоже, когда мне нужно пойти к младшим школьникам. Я беру своих старшеклассников, так скажем, уже они, как бы, уже, получается, старшие, и они идут как наставники, в роли наставников тоже помощники мне. Проводят занятия, мастер-классы. С Амира бывает интересно? Да, бывает очень интересно, и приятно, когда многие люди узнают больше и больше о ЮИД. Это все очень интересно, и они сами заинтересованы в этом процессе. А у вас такая красивая форма, я думаю, что к вам часто подходят и спрашивают. Да, спрашивают, почему вы в таких формах, и мы всегда отвечаем, что мы ЮИДовцы, и мы носим такую форму. С какими пожеланиями вы обратились к тем, кто, возможно, заинтересован в ЮИД, хочет вступить в движение? Ну, я бы немного рассказала об этом, чтобы человеку стало интересно, и он тоже решил принять участие. То, что я могла обучить еще людей, или даже детей, правилам дорожного движения, и, можно сказать, спасла жизнь. Ну, и даже во всех странах это очень важно, потому что очень много нарушают, могут не соблюдать правила, дети могут перебегать дороги не на тот свет. Я благодарю наших юных инспекторов дорожного движения за желание пропагандировать безопасность на дорогах. Зарима Исмаилова, спасибо и вам за внимание к детям. Напомню, Всероссийский социальный проект ЮИД России направлен на привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечении в деятельность отрядов юных инспекторов движения. Это была рубрика «Дагестан без ДТП» и Камила Макаева. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok